Привет всем! Буквально пару слов насчет прошлых двух роликов, а именно будни админа и проверка админа. Насчет проверки спасибо за такой колоссальный актив, он реально колоссальный для моего канала. В комментариях кто-то подмечает переходы, работу со звуком и прочие доработки моих роликов. Это очень приятно читать. Ну а насчет будни администратора, там ребята немножечко разделились по мнениям, исходя из той или иной ситуации, которые были в ролике. Чтобы не повторяться по нескольку раз, я оставил свой объясняющий комментарий в закрепе как раз этих будни администратора. Если вам интересно и у вас все еще остались какие-либо вопросы, вы можете зайти под этот ролик и посмотреть закреп и почитать его. В токсичной среде велика вероятность самому стать радиоактивным. Как и в среде непробиваемых дебилов, стать абсолютно таким же. Сегодняшний ролик еще одна мирная зона, где не будет как такового привычного вам словесного дудоса оппонентов. Админская тематика так или иначе стала ключевой рубрикой для моего канала. Поэтому почему бы не попробовать, подать хороший пример тем, кто меня смотрит и в будущем, возможно, собирается стать администратором на одном из серверов ДРКРП. В этом выпуске я в роли администратора буду разбирать жалобы, следить за игроками, а также доступно доносить до них информацию, если же они что-то донарушили. Ролик был снят на сервере Мухасранск РП. IP, группы и прочие ссылки на этот сервак вы сможете найти в описании под этим видео. Пам-пам-парам-пам-пам-парам. Важные ссылки, правила. Кам-час, повышенная преступность. А давайте-ка попробуем поиграть за администратора, почему бы и да. Сейчас только один активный администратор, как я понял, я ему немножечко помогу. Ну, я надеюсь на это. Так, тикет Кримабуз. Это вселенная. Привет. О, наконец-то. У тебя жалоба. Ох, спасибо. Давайте, сейчас расскажу вам историю. У нас была... Ну, стой, ты мне скажи человека, которого ты обвиняешь в чем-либо. Я его тэпну, и мы сразу поговорим. Нет, по логам, посмотрите, кто меня убил из гопни. Гопники меня какие-то убили. Окей, хорошо. Сейчас, даю секунду. Много информата, что они... Так, тебя из Сайги Верон Дрочилов убил. И его еще друг был какой-то, который меня и меня... Ну, сейчас на скриншоте, тогда, типа, трю... Ну, так, ну, давайте тогда тэпайте этого. Верон Дрочилов у него. Ты наборный. Я этот, отборный. Я его сейчас найду, тэпну, подожди. Верон Дрочилов у него банда. За имбись. Так, здорово. Даровмав. Еще раз объясняю ситуацию. Вот и до. Что было, как произошло. Тя убили, я вижу по логам. Иду я такой забрать... Забрать после этого, после военного восстания, свою машину. И тут ко мне доебывается друг вот этого... Он начинает, блядь, валять уда, вояка ебаный, там, что-то меня, оскорблять, и я его оскорбил в ответ. И, короче, он со своим другом, ну, с ним, пошли за угол и взяли сайки. И начали меня хуярить прям по площади, блядь, по всей площади, где. Ну, в парке Ленина, блядь, ебашить начали. Ну, мы рядом, короче, там, где вот это... Знаешь, там, где вот эта сцена, где выступают люди. А вокруг люди были какие-либо, помимо вот этих двух людей? Конечно, конечно. Там их дохуя было. Там... Все, я понял. Тебя убили в людном месте. После словесной перепалки. Дальше. К тебе вопрос. У тебя микро есть? Если есть у тебя микро, то говори сразу в микро, так быстрее дело пойди. Нету. Ну, хорошо. Он тебе сейчас рассказал всю версию от его лица. Так и было. По логам я вижу от тебя убийство. Ты его завалил сайки. Это вопрос. Ну, я у тебя спрашиваю. Так и было, как вот он рассказал? Вы его в людном месте убили. Я не знаю, почему мой... Но Нюр начал его пиздашить. Меня уволил, блядь, какой ты пидорас. Просто так. Тише. Если он его пиздашил. Смотри, убийство от тебя. Ник твоего друга сейчас. С кем ты играешь? Ты не ездошил. Ну, а скажи ник своего друга, блядь. А-а-а, ты про то, что я его толкнул. Так он первый меня толкнул. Привет. На тебя жалоба получается тоже. Ты участник. Да, сразу не понял, да. За ФРРП или что? Нет, нет, не ФРРП. Объясняю ситуацию вкратце. Вы возле площади, где статуя Ленина взяли, убили, получается, военного. Твой друг уже, в принципе, рассказал, как все было. Он не отрицает эту версию. Теперь к тебе вопрос. Причина того, что вы начали стрелять по военному. Это который... А-а-а, он меня как-то отрицает. И когда сидел, он так... Смотри, можно объяснить ситуацию? Короче, он стоял на машине, мы хотели сыграть свадьбу. Стоял на машине, ему несколько раз сказали. Слез с этой машины. Ну, он просто все окно поцеловал, и это все. Небольшое пояснение для тех, кто играет на мухосранске. Есть такое правило 4.1, а именно криминалобус. Оно запрещает вам делать какие-либо криминальные, нелегальные действия в каком-либо общественном месте. Но у этого правила есть достаточно интересное исключение, которое немного, по моему мнению, ломает медиум РП, который прописан в правилах этого сервака. Исключение гласит, что если на территории какого-либо общественного места нету никаких свидетелей или же посторонних людей, те, кто с вами считается поддельниками или же с вашей банды, они идут не в счет свидетелей, а в счет сообщников. Если их нету конкретно свидетелей, то вы можете делать почти все, что угодно. Есть такой тип отчаянных людей, которые воспринимают это уточнение, ну, слишком уж всерьез. Они думают, что это исключение может их спасти также от нарушения правила фрекил, которые как раз-таки нарушили эти два человека. Если на доказательствах в виде скрина или демки будет видно то, что помимо бандитов находились еще и левые люди, то бишь свидетели, то к фрекилам прибавится также и криминал обуз. Есть такие ребята, которые руководствуются этим исключением там как раз, где оно вообще роли не играет. Вот эта ситуация яркий тому пример, то что ребята думали, что их никто не видит, значит они могут абсолютно спокойно, без особой нату причины взять и расстрелять какого-либо человека. То есть такого не было, что у вас была какая-либо словесная перепалка, после толчка вы начали стреляться, отходить за какое-либо здание, доставать Сайгу. А, ну, значит, четвертое толкание, и, ну, я этого не помню, но, получается, после того, что он меня оскорбил, я его оскорбил, а зашел, получается, СССР, ну, Сайгу и начал прям влезть. Во, вот, теперь ты уже ближе к самой версии. Ну, получается, у вас, у обоих, криминал обуз. Твой друг не отрицал этого, в принципе, ну, потому что сцена это людное место. Ты мне скрин кинь на имгур куда-нибудь закинь. Имгур.ком, ты туда загружаешь скрины и даешь ссылку сюда в чат. Ахуину на свадьбу сыграли. Бля, а можно легче поменять для меня? Ага, зато скрипача в сджеле свадьбе, ебаним, хахах. Че за скрипач? Да еблан какой-то, не обращать внимания. Ю. Криминал обуз, по 30 минут я тогда даю. Я туда вам по 30 минут за криминал обуз выписываю. Но это пока карандашом, пока я не гляну скрин человека. Ну, я, типа, зашел, но вот-таки куда кидается, да вообще шел. Кого первого заджалит, тому и повезло. Не от кого первого заджалит, тот гей. Кажется, я знаю, кого буду первым джалить. Гей, но зато первее выйдет. На секунду. Санс, ну че там, нашел скрин? Ящик, а ты кто такой? Ха-ха-ха. Я ящик Бипстера. Че? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А ты донатный что ли? Нет, я отборный. Сейчас у меня жалоба, дайте я закончу. Наборный? Да ничего. Отборный, да, отборный. Наборный, какой у тебя ник? Ящик Бипстера. Привет, Лиза. Сейчас, дайте я закончу жалобу чуть-чуть. Как мне подойти? Потом ты напишешь. Я, конечно. Я не признаю. Это не обманывание. Нет, конечно, извиняюсь. Тебе задали вопрос. Ты признаешься в РРП? Ты говоришь, что нет? Если там видно будет в РРП... Ребята, можете жалобу вон там разобрать, когда моя закончится? Хорошо, давайте, давайте. Я же сказал, сейчас я вердикт вынесу насчет нарушений их. И потом уже с ними разберетесь. Спасибо. За ха-ха-ха. Админ, пошли человеку не будем мешать жалобу проводить. Пиздец какой-то. Тестиваля 0,744. Ну что, добавил, я тебя кинул. Пиздец, тут 50 минут ждать. Вопрос мой, долго будем ждать на хуй? Я не знаю, он мне не может кинуть скрин. Блядь, я не знаю, в чём дело. Ох, блядь, значит нету док. Ну пиздец раньше нет. Ну доказать пиздец нету, но вы всё равно на это в диалоге признали. Но вы, ты же не являетесь догадательством. Так, со слов на нарушителя предполагаемого, ты так и сделал. Мы признались, но. Ну вот, признались. Вы мне объяснили свою версию, она схожа с версией, которую дал тот, кто жалует. Вот и всё. Поэтому у вас у обоих крема босс. Я не помню, чтобы не было следить. Там машина стояла, там бегали люди. Я вот сейчас смотрю все скрины, там помимо вас есть люди. Во вторых. Ну, а помимо этого, там бегали люди. Сомневаюсь, что они вместе с вами были. Мы видели только машины, и люди цен не видели. Мы приготовились с Сайгами. А, ну вот, видишь. Ты пошёл в людное место, достал Сайгу, начал там в людном месте же стрелять. Вот и всё. Что мне ещё раз усоливать? Попробую вкратце объяснить, что было дальше. Дальше эти ребята, которые играли за гопников, сказали то, что он не может находиться без особой на то причины на территории города без разрешения какого-либо старшего по званию. Ведь он играет за военного. Слушайте, ну а почему бы не узнать, у старшего по званию отпускал ли тот того человека в город по какой-либо уважительной причине. Если же старший по званию подтвердит то, что так и было, то чел будет чистый. Ну а если нет, то это будет обман администрации, а также дополнительное нарушение у того, кто подавал жалобу. Военному рядовому механику-сержанту запрещается покидать территорию армии без разрешения военного генерала. Если отсутствует военный генерал, его замещает военный сержант. Так у меня было разрешение, у меня генерал. Можно спросить у него, если он меня вообще помнит. Здорово, у меня вопрос такой. Ты его отпускал в город? Ну помните, там отпустить меня за машину? Федут передалёт. Ну, в смысле, вот этого человека за машиной? Чё, давно? Ну, так давно уже, когда меня убили, и я на военнике стоял, да. Меня потом убили, я заспавнился, и решил больше туда не хотеть. Помните? Ну, я тебя отпускал, отпускал, я помню. Всё, отлично, спасибо. Всё. У меня всё было разрешение. Решено. У вас 4.1 у обоих, по 30 минут бана. Так, всё, хорошо. Какая-то слишком долгая жалоба. Ну, я должен был во всём убедиться. Так, теперь... Жирокер, здорово! Я здесь. У тебя жалоба была минут пять назад подана. Короче, как профессию поменять? А, так это всё просто. Там F4 открываешь, потом... Я тут один день. Ну, смотри, F4. Слева работы. И там выбираешь направленность профессий типа гос, гражданские, бандиты, ну и так далее. Всё, я понял. Как денег заработать? А, это уже не ко мне. Там ты можешь за бандита пограбить кого-нибудь, оружие попродавать. Ну, вот сейчас я открою даже лист профессий. Ну, вот гражданские, поликлиника, ты можешь людей лечить. За водителя ты можешь катать людей там таксистом, или же на маршрутке. Потом, что за какого-то полицейского ты можешь брать взятку, но за каких-то вроде нет. Почитай, в общем, правила. За бандитов ты можешь грабить, естественно, рейдить, продавать вещества. Потом, что ещё делать? Заказы выполнять, закладки делать. Ну, это, конечно, всё нелегально, но ты почекай. В общем, это даже б, закрываю, а потом уже, думаю, разберёшься. Удачи. Ку, а привет. Что, на кого жалоба сразу говори? Если есть микрофон, давай с микрофоном говорить, потому что так быстрее жалоба. Ну, смотри. Собственно, ну, в HDD нет, но я привык брифовать, всегда работает. Гуфи, значит, смотри. Сейчас, давай я тэпну его. Сейчас мы сидим, значит, в доме пытались. Субр, Гуфи. Здорово, сейчас на тебя жалоба. Жалоба, слушаем пока версию того, кто... Какого хуя ты просто ебашечек лет на... Нам сказка сказал, видите, это за... Ну, типа... Почему вы не взяли ордер, почему вы не посвечались, вы просто за... Я не знаю, как и сказка сказал, я так и делал. Все это... Для этого нужно руководствоваться так же правилами, не только какими-либо приказами. Если мэр некомпетентный, то ты это должен в первую очередь понять. Я как раз послушал, а он главный. Скажешь, главнее... Подожди, насколько я знаю, по правилам, я где-то читал, что если, допустим, знаешь, кто-то главный сказал, допустим, идти всех подряд ебашить, допустим, генерал скажет армянин, что все нарушения на него перекладываются. Не-не, это просто... Не, не нарушения перекладываются, а если такие приказы не особо адекватны, то можно, в принципе, человека понизить. Или же он сказал рейдить, правильно, да? Да. Ну, так надо было просто запросить ордера, а не просто идти ебашить двери. Для начала. Мы стояли, он запрашивал. Ну, поэтому, в принципе, можно просто гражданских людей расстрелять, нахуй. Дефолтная ситуация. Ну, так получается, он убил кого-то или нет? Да, двоих человек, как минимум. А я сейчас еще раз гляну логи убийства. Насчет третьего не знаю, сейчас скажи, спрашивай. Просто логи ордера я не могу никак тут найти. Есть только аресты, вот эти вот все, но ордеры... Сколько я знаю, их и нет. Ну, да, 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 поэтому ордеры я не смогу найти. Но киллы вполне себе. Нет, нет ордеров. Так, Гуфи убил Алексуса с ПКП. И буквально через секунд 15 он завалил также Бубенина. То есть он с интервалом в 15 секунд, короче, ебашил тебя, Колю Золотого и Виталия Бубенина. Это все, ну... Это все, получается. Это все за условную, не знаю, за условную минуту ты сделал. Три килла. Зачем? Объясни. Нет. Одного, один под меня под... Ну, свой, типа. Таааак. А вот эти четыре человека, которые он перечислил, это не свои. Коль, я Золотой Криминальный Авторитет, я Виталия Два Лопника. Он разве не с нами был? Нет, не с вами. Ты, как ты, типа, глаза закрыл и хуярить начал, я не могу понять, зачем ты это делаешь? Нет, я в дверь стрелял, типа. А, зачем ты в дверь стрелял? Потому что тебе мэр приказал, и ты не мог ордер выбить. В смысле, мэр приказал рассказ, сказал нам и редить это здание. Нет, то, что там вооруженные люди. Запросить ордер надо для начала, а ты начал просто стрелять в дверь. Молодец. Съебался бы, значит, оттуда, и не был бы виноват. Один запрашивал ордер, но он чё-то не был, он чё-то походу новенький, не мог запросить, он не мог найти. Ну, у вас рейда не было, как я понял, да, одобрено? Ну, шесть человек, но... Ордер не был одобрен. Так если он не мог, нахуй вы лезли и стреляли по квартире? Я бы понял, если вам одобрили рейд, вы их разъебали, и всё, вы остались правы в этом. Обыск не был одобрен, ты меня не слышишь, что ли? Нельзя так делать, просто в левую хату абсолютно. Приходить без ордера. Понизить нахуй СК, либо нормально запрашивать ордер, и до тех пор, пока они одобрят его, не лезть в квартиру. Вот что надо было делать. А ты взял, переебашил троих людей. Я же не могу слушаться СК, правильно? Если чел отдаёт некомпетентные приказы, или же просто отдаёт какую-то хуйню в виде приказа, да мне не ебёт кто это, СК, мэр или же кто-то ещё. Тебе сказали зарейдить квартиру. Хорошо. Приезжаешь на место, запрашиваешь ордер. Ордер не запрашивается, не одобряется. Едешь обратно, въёбываешь челу все мозги, что он тебе одобрил рейд. Только тогда возвращаешься, тебя одобряют рейд, и ты ебашишь квартиру. На твоей профессии только так и действуй. Как и в принципе на любой госпрофессии. Если ты этого не понимаешь, и ты мне пытаешься объяснить-то тем, что у вас там СК какой-то дал приказ, ты можешь спокойно СК пойти и сказать, если ты не даёшь мне нормальный ордер на обыск, но тем не менее ты просишь зарейдить квартиру, то иди ты нахуй, и иди ты сам со своим пистолетом и рейди эту квартиру в соло. Без ордера ты действовать не будешь нигде. СК тут не виноват, он тебе дал приказ. Ты пошёл сломя голову, без одобренного ордера, ебашит челов. Молодец. У тебя по правилам получается 3 фрикела. На тебя конкретно жалоба. Если мне прилетит жалоба по этой же ситуации, то я буду разбираться также с этими полицейскими. В данный момент на тебя жалоба от него. У тебя по логам за минуту с лишним 3 фрикела. Получается это РДМ уже. А это бан на сутки или же трое. Коля взялся. А ты и не поймёшь, что ты в закрытую дверь стрелял. Всё, в общем. Дверь в администраторском есть. К нам сказали, что там твой человек. Да мне не ибёрт, что вам сказали. Сейчас, подожди, я тэпну какого-нибудь администратора, который может банить. Всё, забанил. Последим пока что. Комендантского часа и военного переворота нету, поэтому я могу полетать, посмотреть за тем, что делают люди на улице. Если вот, конечно же, встречу. Я в кулоке нахожусь, так что... Вы решены или нет, я скажу, что вы... Я тебя не слышу. Маш, ты не слышу. Не важно. А, я нашёл за кулоке же Манников, там штук 15, ну не 15, поменьше. Ваш друг обкуренный. Стоп, а как он это узнал? Я даже микрофон не включал. Ким, нормально. Отдыхай. Вроде у них просто диалог. Дайте я его проверю, не понял. На лицо его посмотрите. На лицо, как лицо, всё нормально. Пусть стоит. Пошли. Идём. Граждане, внимание. Глава города объявил комендантский час. Просьба всем, разойтись под диваном. Отговаривайте. Пиздец. Наигрался ты, Шульц. Так и знал то, что я... Чё тогда пропущу, если не вернусь к ним. Отдыхай. Ого. Так, а чё там происходит? Ебать. Ебать! Ты шо? Так, а можно, пожалуйста, причину мне узнать, что вы тут делаете? Почему убили? Это твоя совесть говорить сейчас. Сейчас говорит твоя совесть с тобой, не обращай внимания, просто разговаривай. Я убил. Я убил, это потому что, я рассказываю, у меня в заложниках находился вообще с сексуальным рабствия до этого. Может, у него даже спросить, если он был моим сексуальным рабом. Оружейный барон у нас теперь рабов берёт, да? Не, не рабов. Ну, это чисто моя привилегия, так сказать. Мне вот очень хотелось, чтобы он стал моей сексуальной девочкой. Ему не хотелось. Ну, там такая ситуация была запутанная, то, что мне пришлось его закрыть в своём туалете, а потом у меня, так сказать, стал член. Ну, придётся тогда, получается, посидеть, отдохнуть тебя. Я надеюсь, тут все сами смогут провести нужные параллели и понять то, что оружейник не занимается вот таким вот. Удачи. Ой. Хе-хе-хе, сука, обожаю этого анимата. Не веню.